здравствуйте друзья снова вместе сейчас будет попытка написать что это будет аудиокнига то ли это будет так сказать как я назовем то черновик или там конспект будущей книги вот меня просят чуть-чуть пожать и но огромное количество информации в моей голове я еще не обо всех не во всем рассказал расскажу как я пришел к пониманию откуда огромное количество потерь в садах это только сайногорцев а если брать россию то это миллионы десятки миллионов потерь сотни миллионов речь идет о гигантской работе бесполезной и гигантской затратах бесполезных вот в результате живем извините за выражение импортную продукцию 40 обработок еда химикатами никого не смущает почему название железов века новичкам это понятно вот чем хорош новичок он не знает его еще не успели скалечить этими детскими знаниями которые привели к поэтому полному банкротству вот студентам ну а кто как не студенты новые сады вырастет и будущим академиком дело в том что современные академики они этого могут не знать ну так сложилось поколение за поколением учили и верили а верили безусловно и пришел двадцать первый век а вот и мы без садов и так серия номер один валов михаил мэр сайногорска сейчас уже не мэр но это было его вершина его творчество сейчас правильно идет запись а идет это была вершина его творчество а до этого был просто журналистом вот тогда мы с ними познакомились а потом он став руководителем сайногорского телевидения городского он предложил мне а я печатался в газетах в том числе место называлось еще шанские ведомости вот небольшая писала эти уже как этот смесь говорю юморист подписывал так вот и я подписывал и он мне сказал давай организуем телепередачу под названием скажу садовый рай например вот эпофеоз был тогда когда казалось что за два сезона вот после многочисленных съемок в моем саду подчеркиваю только в моем саду было сделано около если считать количество этих самых сюжетов по телевидению с повторами бесконечными за два сезона пятиминутные нарезка 600 раз вот популярность моя бесилость такая что вот тогда я уже не михаил малов который потом стал умница умнейший мужик вот я уважаю за то что он создал эту передачу частности вот значит а еще раньше я помог мэре баллотироваться учитывая невероятную у меня таких мыслей в голову не приходило и тогда я популярность привела знаете к чему она меня привела к тому что я оказался по неволе прохода не было бесконечные звонки пожалуйста городской справочник железу телефон сейчас есть 26376 вот и мне звонили меня погибает у меня гибнет у меня погибает у меня погибло у меня листья пожелтели у меня 10 лет нет урожая вот и тогда я а я как раз это оказался в какой-то момент за пределами реальности можете представить сжигает сад который я вырастил в 2005 году вот большой сад пятигектарный уже были десятки тонн яблоки вдруг ноль вот потом когда-то отдельно расскажу как я работал в двух детских садиках по три тысячи получал называлась полставки вот и мне это было достаточно времени для чего догадались правильно друзья ходить по чужим садам я нагляделся такого не было тогда цветного фотоаппарата вообще фотоаппарата не брал но я впитывал себя всю информацию недоступную никому вообще на всей планете почему все все знают посмотрите на этот фотографии я ее делал с этого самого догадались вот она фотография советский учебник вот так посадить вырастить яблоню вот она схема видите видите вот она эта схема как надо посадить и еще не все я тогда нашел ее в учебнике вот здесь есть умнейшая вещь видите место среза при посадке сделали посадочную обрезку как я называю это редчайший случай умница но посадили на верную смерть не так это сильно мрачную короткую жизнь верную смерть вот тогда я еще как бы мне поменьше разговоров так тогда я еще бываю в лесу вот это моя племянница вот я сделал фотографию не потому что она вот умница такая нашла опять а потому чтобы сделать учебный снимок ведь миллионы людей собирают миллиарды опят и не большинство из них садоводы садят вот так и не понимают что эти опята это гнилье это не они уничтожают дерево они питаются мертвичины потому что природе этому дереву не повезло и она оказалась где она оказалась в сыром месте в этой ямке ну здесь не видно что это 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 сам лыжбинка это лыжбинка вот и начало гнить вот тот кто это заранее еще будет много глав надеюсь я заранее говорю и самый идиот один из самых идиотских советов извините за такие фразы но это нельзя такого допускать что хотите вылечить это дерево допустим она культурная надо взять нож и все это соскоблить и она живет вот это несосветную глупость продолжает нас это атаковать со всех сторон и я убедился что саянногорское садоводство умирает именно потому что она была научена вот я несколько фотографий покажу вот это аналог это сибирь пусть сибирь но сибирь само собой вот за сибирский сад давно заработал если не доблевскую премию то государственную но это ладно когда-нибудь это получит другие мне осталось недолго на этом свете вот вот это вот еще раз вот она налоги уже слива уже погибла уже сгнила так вот уже выпустила замену замена теперь тоже гниет упрямая обычно размножается отводками корневой вот ведь от корня пошло метр еще еще метр еще вот так спасается вылазь из яму которую запихнул садовод тогда вы скажете а что надо делать во первых никогда не трогать дерн если дерн многолетний сверху я короткая тележка лучше 2 3 и и посадка вот в этот вот холмик и тогда мы исключаем вот это и жизнь дерева продляется на десятки лет вот а вот это когда-то должно быть ну не то что проклято вот эта ошибка 19 века которая перешла плавно 21 не то чтобы проклято должна быть история садоводства должна быть понимаете вот я начал эту работу на работа огромная полностью сделать честно говоря мне не по силам посмотрите сейчас я вам покажу кое-что вот сейчас я вам кажется покажу так где это у меня вот посмотрите вот это мой канал садоводство по железу и что вы видите фильмы для садовой молодежи давно забыты ученики железа у нас уже сотни но и нажимать миллионы так еще не это еще только подхожу и вот одна история садоводства вот она понимаете видите видите и тоже забыто и сколько тут просмотра 817 а должно быть где все студенты должны это знать но я не виноват что именно я вот откуда я начал поняли но это было прям было это надо чтобы когда то когда будет только команда сверху тогда только это станет простребовано обществом и тогда и про грели узнаем и про все узнаем посмотрите воспоминания вот смотрите вот сюда справа вот видите воспоминания 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 посадите сколько и сколько я о наших современниках и о этих самых о наших притечах рассказал. Здорово. Вот. Но, к сожалению, это пока узкий круг. В институтах, университетах надо проходить. Почему? Потому что там много ошибок. А эти ошибки привели к кризису. Возвращаемся сюда. Итак, полюбовались на эту вещь. Это надо изучать как история ошибок, история садоводства. Вот эти фотографии, они предназначены для учебника. Вот это и вот это. Потому что посадил, а на смерть посадил и не знает этого, что посадил. А как правильно посадить не знает. А инфраструктура, весь подземный мир должен быть нетронутый. Никаких перекопок. Глупо, что перекопав, мы туда кислород подаем. Мы уничтожаем все кислородные ходы. Это кислород неправильно. Аэрация, вентиляция, канализация. Вы понимаете, что мы делаем, разрушая вот этот плодородный слой? Пока слой не тронут, здесь максимальное количество бактерий. А поэтому же на Западе знают, друзья, как. Читал, извините, статью. Я забыл только одно. Огромное количество было задействовано студентов. И по всей стране, во всех зонах было сделано несколько тысяч, взято проб. Конечная вывода была, нетронутая земля обладает максимальным количеством бактерий. А это и есть плодородие. Вы сейчас установите 10 студентов, выпускников, пятый курс саховозов. Саха – это сельскохозяйственных вузов. Они об этом знают. Идем дальше. Тогда вы спросите, как садить? А вот так садить. Знаете, посмотрите на этого парня, да? Посмотрите на его взгляд. Как-то так случилось, что на очень маленькой этой же фотографии, но уменьшенной в 10 раз, одна из моих оппоненток, достаточно сердитая дама, которая не выносит ни меня, ни моего сына, ни моего брата, потому что мы проповедуем щадящую агрономию, а не это, они, там, режьте ветки, а не лишние. Вот, она углядела у него злобный взгляд. Это человек, который сейчас учит вас садить правильные деревья. Вот здесь уже, вот он, злобный взгляд, видите? И так хотелось хоть, видя, что не права, видя, что вот, к сожалению, вот, когда ты хвастаешься, что ты попустился в Тимир Альцинской Академии, но по жизни, вот так вот, видя, что тебе сделали замечание, что ты учишь калечить деревья, именно калечить, мало того, что это, ладно, посадка, но ещё же можно же искалечить, найдя кучу лишних веток. И вот тогда было, это, как бы, такой, знаете, укушу, всё равно укушу, а у вашего сына злобный взгляд. Ну-ка, давайте разглядим этот злобный взгляд. И чего бы ему злобиться, когда мы с ним делали учебные фотографии. Вот он. Ладно, это у меня обида говорит. Идём дальше. Итак, это бывшеготофельное поле, здесь уже так не сделаешь. Здесь делать удобнее. Нагребли тяпкой, готово, обложили, перегноем, коротко, ясно. Вот ещё пример. Заращивание. В данном случае здесь полеют спамегоносное, но она в Сибири не пошла. Много лет я её любовался, культивировал, но в бесснежная зима убивает её, и она растёт клочками, и вся работа по созданию хорошего газона, к сожалению, напрасно. Но зато вы видите, что такое посадка, так, чтобы не гнила корневая шейка, то есть на возвышенности. Так, сейчас мы делаем побольше. Вот. Вот это вот груша, я упор делаю на груши. Я вначале хотел именно по грушам сделать фильм, а потом вспомнил. Она касается не только груши. Вот так гниёт груша. Здесь небольшое углубление и немножко травы. Этого хватило. Вот. Вот так гниёт абрикос. Вот так её хозяйка взяла, засыпала сеном и поливала почаще. Гнила. Вот. Такой пример. Это моя антиэтеза. Вот это я предлагаю. Вот так садить именно абрикос. Именно абрикос. Вот этот абрикос прожил 30 лет. Вот. И слава Богу, мало того он стал знаменитым, его сколько телевидения показывало. Всё-таки королевский. Вот. Слива, посаженная мной в небольшое углубление, посажена она была 35 лет назад. Вот. Она умирала все эти 35 лет, пока я её не выпилил. Вот яркий пример. А могла бы сейчас жить. Посадка по железу, делается холм, сразу заращивается, желательно сразу облажить Дёрнум. Вот. И желательно скобом земли, коли уж в то время, я не... Это старый снимок, это телевидение снимало. Вот. Просто я тогда ещё горшки не культивировал. Но яблоня, хотя прочее всех, яблоня, шейка... Основание штаба у него, там, где у меня правая рука, вот. Всё равно на холм. Вот. Персик. Фотографию прислал мой друг. И вот. У него рос персик, потом начал немножко жахнуть листья. Я сказал, как глубоко посадил, он говорит, закопал сантиметром на 10. Мой саженец. Я его, ну, естественно, отругал по-стариковски и сказал, раскапывай. Он раскопал. После раскопа, обратите внимание, вот эта часть, которая оказалась под землей, должна была уничтожить персик. И уничтожил обой. А когда он откопал, он мало того, уже и листочки появились. Смотрите внимательно. То есть, вот, из ничего почти, но всё-таки пошли листочки. Вот. А это его рука. Вот здесь, верхняя, этот, черта. Это, значит, так была закопана. Это он раскопал. А нижний, вот, докопал до корней. Вот он показывает, где корни. Вот. Впечатляет? Вот. Я надеюсь, что хватит и этих данных. Вот. И, к сожалению, вы скажете, ну, какой-то неправильный человек взял, опять, по старинке, но с первой веки всадит в яму. Вот. И она ещё провалится. Тут много чего задело на разных этих, как бы, подкормок. И тогда я сказал себе, тогда я вам покажу это уже. Видите, ботинок, лопату. Всё тоже. Но, к сожалению, страшная вещь. Вот. Это была доктор наук. Вот. Это вы можете и сейчас найти, если захотите. Яблоню, грушу правильно. Садите яблоню, грушу правильно. Вы представляете, если яблоня какую-то выдерживает, она может плодоносить 5-10 лет, будучи посаженным яблон. У него короче будет всё равно, всё равно гнить будет, но медленно. Груша помрёт 100%. Он доктор наук этого не знает. Вот. Как я там назвал, не помните, студентом, будущим академиком. Будущим. Этим бесполезно. Вот. И я уверен, что если бы вот так вот посадить нас, лесом к лицу застал и сказать, ну что же вы грушу-то, вы что, не знали, что груша, она совершенно не выносит этого. Вот посудить бы в глаза, посудить бы в лицо. Вот. Теперь получается так. Я начинал с груш. И закончу грушами. Дело в том, что они наиболее слабые наряду с абрикосами. И их поэтому меньше всего из-за неправильной посадки они-то и гибнут. Вот. Я что хочу сказать. Я уже разговариваю со студентами, согласны? Со студентами. Вот. С новичками. Ну новички разные бывают. Может им это не интересно. Происхождение груши. Я вот тебе говорю, ну там я абрикоса. Вот так случилось, что есть такое слово студенту знать. Экстраполяция. Давайте попробуем задним числом. Мы ничего не знаем. Откуда это там хоть пять тысяч сортов груш, а некоторые говорят и десять, и двадцать. Любая цифра может быть правильная. Кроме сортов есть сорта образцы, клоны, формы. Вот. На бесконечности. Вот. И тогда установить их происхождение очень легко. Посадил яблони, посадил грушу. Вот как это доктор наук, да, учил нас, да, учитель, ну какой он учитель. Вот. Значит, проходит время, яблоня жива, груша мертва. Тогда я делаю вид, делаю вывод. Когда-то, это я будущим студентом, было ни яблони, ни груша, а что-то вроде айвы. Что-то такое среднее, непонятное. Вот. Потом где-то семенами размножалась, корневыми отводками. Вот. Пошла в ту степь, где сырее, и там она помаленьку, помаленечку преобразилась в яблони. Пошла там, где суша, и где мало влаги, и надо было отращивать корень сержневой, который у груши несколько раз и нечем в яблони, заметьте. Вот. Сам проверял. И тогда получилось, что за миллионы лет разделилось четко яблони, четко груши, четко. И тогда агротехника для них совершенно разная. Уж яблони хотя бы тут заплодоносит, груша сгниет топло-одоношение. Об этом наука не знает, но будущее студента даже знать. Вот. Вот так это я пришел к мнению. Сухие места, малодождливые места, очень далеко почвенные воды, значит, миллионы лет отращивало корни, тут все по Дарвину, вот, груша и абрикос обособились. Попадая в сырые места, вспомните, Санкт-Петербург, бесконечная дождя, Москва, я помню, я там несколько дней был, это ужас это. Все парше, яблони в парше, груша в парше. Ужас. По телевидению центральному это говорит, вот, четвертый год Москву заливает дождей. Не день, четвертый год, она сказала. Вот. Вы представляете, как надо садить, да, садить-то, вот, четвертый год заливает дождей, разве можно было, Гражданин доктора наук, ну разве можно? Вот так можно продвижить. И тогда, раз я начал с груш, заканчиваю с груш. Вот. Так как это было общие слова, так, еще раз говорю, мне дает право говорить то, что меня, я был десятка, сейчас я несу этих садов. И почему груш практически в нашем регионе хуже всего с грушами. До сих пор. Вы думаете, мои эти самые уроки по телевидению сильно, мне, мне авторитет добавили, но если считаете, что люди перестали в ямки садить, сейчас, все бросили. Я соседа не могу отучить. Ладно, но у меня еще будет вебинар, сегодня у нас третий, сегодня у нас пятый, суббота, воскресенье, понедельник. Шестого, да, вебинар будет, там мы кое-какие понятия еще новые усвоим, чтобы не повторять, не наступать на грабли. Итак, сейчас я вот это зачитаю. Дело в том, что откуда взялся этот фильм? Да просто мне позвонил товарищ. Вот. Я свое слово записал. Где тут у меня было. А, короче, это самое, у него груши болели, потом я, мне надо было ответить ему, вот, я думаю, почему я буду отвечать одному? Отвечу всем. И тогда родилась вот это вот небольшое, вот это вот небольшое. Вот. Сейчас я как бы суммирую, я вот это зачитаю. Тут немножко. И на этом закончим. Итак, груша культурная, в скобках, они южные, южные, в холодной России заболевают сразу. Почему? Понятия посадки на холм до сих пор почти нет. А они начинают сопривать на уровне земли сразу. Если там сыро, есть еще и углубления, чашеобразные в почве, вспоминаем схему, с учебника, повторяю, та схема с учебника, если заглублена корневая шейка, если конкретная груша в геноме сухая родина, переехала в более холодные сырые места, то есть это исторически сложилось, что я вот почти делать нечего, если мы вот этим местом не будем думать. нам показывают только лица, которые заболели. Да, ребята, я вот сейчас сделаю маленькое отступление. Существует многотысячное, сотнятысячное, миллионное, в отличие от моего, от чем я, это, 40 тысяч у меня подписчиков, от чего я от зависти готов застрелиться. Вот. И там время от времени появляются фотографии, обязательно, чаще всего явно не лягруша, это самые распространенные виды, хотя бывают и другие, и сливы, и абрикосы, но чаще яблони груши, и там обязательно жухлые листья, и вопрос, что делать, почему болеть? Я вот смотрю, думаю, ну я-то откуда знаю, ты посадила на холм, или посадила в ямку, с этого начинается. Вот. Где ты взяла, если тебе привезли с Молдавии, саженец, сказали, что он местный, местного питомника, а местный питомник давно уже оборзел, наворовал фотографии, в том числе мои, Железовские, вот, и тысячами продают южные, конечно, заболеют это, то есть сколько тут причин может быть, не видно, а потом, а, на некоторых видно, что раны, страшные раны на кольцо, и тут же на фоне этих ран, помните, сколько я вебинаров показывал, на фоне этих ран листья жухлые, почему у меня дерево болеет, вот, ну, представь себе, человеку отрезали руки, ноги, уши, нос, почему он болеет, дальше, это было отступление, а под диагнозом ржавчина подразумевается десяток якобы грибных, бальдов, да, ответ специалисты, так называемый, они тоже не знают, как посажено, откуда дровишки, ничего не знают, но что на минуту говорят, причина заболела ржавчина, вот, ну, а дальше, сами знаете, манилез, этот самый, комикоз, вот, а я пишу следующее, внимание, по диагнозам ржавчина подразумевается десяток якобы грибных болезней, а таких болезней природе не существует, нет, омертвление веток, штабов, листьев причины выше, ну, то есть, то, что я сказал, искалечие деревни, посадка, и все, и только потом, потом, после омертвления, трудяги, грибы, лишайники, мхи, начинают свою очистительную работу, они мусорчики, они за вами прибирают, за вашими, за нашими ошибками, вот это никто понять не может, берут эти самые, да, дальше, и бороться с этим с помощью ядов, это бесполезно, отравление самих садоводов, отравление почвы, отравление еще возможных плодов, денег и труп на ветер, понимаете, вот, как понять не могут, ведь мало того, что вот тут два говорят яды, плюс берите скребки и начинайте драть эту, вот, продолжая уничтожение дерева, счищая мхи, лишайники грибы, это продолжение уничтожения дерева, все, ребята, я высказался, вот, я высказался, да, кстати, тут случайно доклад Маулина, я о нем поговорю, он у меня выписал два десятка сельца мандерского абрикоса, сельца, подчеркиваю, вот, довел до плодоношения, устраивал сенсацию, про меня, правда, забыл, чья технология и чья агротехника и чьи эти деревья, получил уникальные результаты, а на основе чего? того, что Железов, он мне поверил сам, а теперь всем рассказывает, нужно от своего имени, ничего в саду делать не надо, молодец, вот, так, ну и, наверное, я на этом закончу, вот, я на этом закончу, все, друзья, я надеюсь на вас, что вы знаете, что делать, хотя бы двум, трем, друзья, увлеченным садоводом, которое сейчас уничтожает деревья своими руками, будьте добры, пожалуйста, перешлите им вот этот фильм, перешлите, я вас очень прошу, вот, чтоб вот таких ошибок не делать, 21 век присылает фотографии мне, вот, сидит авторитетный человек, читает лекции, над ним этот самый, как он называется, экран, 21 век, 23 год, на экране вот этот сайт, а он лекции читает, ну, что же это такое, а, вот, я очень благодарен вот этому человеку, вот, ведь дело в том, что он меня как глупо, я и без него бы не пропал, вот, но только дичайший авторитет, созданный мне телевидением, 600, с повторами, правда, повторяли по пять раз, ну, 600 раз показать по телевидению, это возможность необычайная, меня взяли за горло, и мне пришлось побывать по эти годы в десятках, если не в сотне, за дом, вот, и везде одна и та же история, одна и та же, глупость, дикость, доведенная вот этим вот средствами нашей информации, но это будет следующая серия, вот, я потом покажу такое, ахните, поэтому я не прощаюсь, умоляю вас, рассылайте этот фильм, не мое это личное дело, понимаете, вы же видите, что творится, 49-й год, 20-й век, вот он, Волков, как посадить яблоню, ну, почему он, ну, это, он молодец, яблоня терпит, и поэтому он мог не знать, но дело в том, что после него-то, он же 49-й год, вот, я родился в 50-м, что это значит? Это значит, что вот этот вот товарищ, да, вот он, вот он, вот он, хотите, я это больше покажу, или захватит, вот этот, это ботинки доктора, который не знает, что грушу сгниет 100%, он, как сказать, он поневоле, это самое, стал проводником вот этого страшного, страшной посадки, смертельной, поневоле, вот, начинается вот с таких вот, ну, я все ищу концы, вот и нахожу эти концы, советский учебник, а дальше-то что? Вот она современная, Алиса, знаете, что такое? это современное это, и с 49-го года перешло бы этот самый, ну, это или этот год, или 22-й год, это я недавно наткнулся, ну, аукается до сих пор, это страшная вещь, хотя пришла она даже не отсюда, 19-го века пришла, все, пересылайте, умоляю, пересылайте, пересылайте, я знаю, что будет, будет 300-500 просмотров, вот что будет, вот, и ни один студент, сам сюда не сунется, вот, потому что студентам сейчас, даже те, кто в сельхозмузы хочется, им похеру все, что им преподают, потому что преподают не так, и не там, и не это, вот, ну, про студентов мы еще поговорим, до свидания, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok